Теплой погоды нам пока ждать не стоит. В ближайшие дни в Балакове ночью температура ожидается минусовая, днем плюс два, плюс четыре. К тому же 1, 2 и 3 апреля возможны осадки в виде снега с дождем. Ожидается повышенный ветровой режим. Ветер будет южный, но сильный. И эти природные явления поспособствуют уменьшению снежного покрова. Ориентировочно после 8 апреля начнется устойчивая теплая погода. Тот характер погоды, который наблюдается сейчас, он вот наилучший вариант. Здесь помимо той радости, которую весна приносит нам тепло и цветение, но до этого происходит, допустим, паводок, вскрытие рек. И для того, чтобы избежать всевозможных рисков и потоплений масштабных, то желательно бы, чтобы процесс вот этого весеннего шел поэтапно, постепенно. Наилучший вариант развития событий тогда, когда ночные температуры, пусть даже морозные или слабо морозные, а днем отступительный характер погоды наблюдается. В ночные часы образуются туманчики, которые, так сказать, дополнительно способствуют уплотнению и оседанию снежного покрова. При таком раскладе событий и таком температурном режиме, что происходит, прогрев почвы происходит постепенно. И тогда эта оттаивающая почва, она в состоянии принять ту влагу, которая содержится в снеге. А это уже важно для сельского хозяйства, для будущей посевной компании. С учетом того, что рельеф в нашей области достаточно сложный, а во время паводка затапливаются обширные территории, то, по мнению синоптиков, даже хорошо, что весна в этом году затяжная. Ледовый покров на реках, он тоже достаточно мощный оказался в этом году. У нас был очень холодный февраль, да, аномально холодная погода наблюдалась в марте, поэтому толщина льда на ряде водоемов, она от 40 до 60 сантиметров. Этот лед должен тоже как-то, должны появиться промоины. Какие-то реки, судя по всему, будут искусственно нарушать этот покров ледовый для того, чтобы тоже минимизировать вот те ущербы, которые могут возникнуть. Потому что если сейчас начнет активное таяние снега, водный объект еще не освободился от льда, то талая вода, она же пойдет поверх, так сказать, если где-то это может тоже отразиться и на уровне грунтовых, вот, то есть это может спровоцировать, да, подтопление. А если пойдет все интенсивно, большие объемы войны уйдут в территорию области, и можно их не успеть накопить. Это тоже, в общем-то, это все непросто на самом деле. Поэтому пусть вот плавно, тихий поступь и весна идет к вам.